Утро. Спасатели вот только-только начали свою работу. Посмотрите, что делается на море. Посмотрите, сколько людей на пляже. Днем будет еще больше. Вот. Такое морское утро. Такие красивые дома у нас на Подгалиме в Хайфе. Ребята, всем привет из Израиля. Мы направляемся на винодельню Амфора. Находится она неподалеку от Хайфы. Приглашаем вас вместе с нами прогуляться по винодельне. Но вначале хочу показать вам красивую дорогу. Дорога 20 минут из Хайфы. Мы едем по прибрежной дороге, шоссе номер 2, Квишштайн. И в районе Атлита нам нужно будет повернуть налево. Мы перейдем на шоссе номер 4. Вот вдалеке мы видим Атлит. И скоро будем уже поворачивать. Прямо перед нами красивейшая библейская гора Кармель и Квиш-Арбо уже вдоль горы Кармель. Четвертая трасса. Вот чем отличается шоссе номер 4, Квиш-Арбо, что здесь можно увидеть огромное количество разных насаждений. Пальмите, скорее всего, финики выращиваем. И вот вдоль всей трассы теплица. Едем по четверке. И вот снова видите разные теплицы. Единственный минус здесь, что очень много населенных пунктов и скорость приходится снижать. Двойка и шестерка. Там уже более скоростные дороги. Мне подсказывает Максим, что здесь еще минус. Вот видите, одна полоса туда, одна обратно. Ну вот видите, какой минус. Впереди, допустим, если кто-то едет помедленнее, ты уже не сможешь здесь пойти на обгон. И здесь еще сплошная, да, очень часто, где вообще нельзя обгонять. Да, вот сейчас можно. Вот сейчас можно, да. Да, а вот чуть дальше вот уже вроде бы, да, идет сплошная, да, начинается все. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот это минус четверки. Ну все, мы поворачиваем с четверки. С четверки налево. И вот такая красивая, вновь живописная дорога. Ух ты, какие красивые тут населенные пункты. И посмотрите, вдалеке какие поля. Осенью по 5. Осенью даже больше. Осенью больше нравится? Почему? Ну, он же такой, знаешь, золотистый цвет. А у меня ранняя весна, когда вообще все зелено, такие насыщенные цвета. Ездить, ребята, сейчас много не можем, потому что в связи с ситуацией в Израиле, жалко, что на север невозможно попасть. Вот поэтому близ Хайфа уже такие мини-вылазки у нас получаются. Оливки, посмотрите, какие огромные, красивые. И мы здесь уже подъезжаем, да, где-то здесь, да. Да, да, здесь, здесь, да. Вот дорога ведет, если что, туда. А мы, о, посмотрите, что здесь творится уже. Посмотрите, сколько здесь машин. Место очень популярное. И в основном, конечно, среди местных. Последний раз мы здесь были. В прошлом году вот эта миндаль. Он как раз здесь свел. Но единственное, что мы не смогли тогда показать магазин. Здесь хороший магазин, где вкусное оливковое масло. В основном сегодня как бы цель нашего визита – купить масло. Ну и заодно покажем вам винодельню. Здесь больше как в магазины приезжают люди. Здесь даже есть дегустация. Но на саму винодельню попасть невозможно. Но тоже здесь интересно и красиво. Такая вот маленькая Италия. Давайте смотреть уже. Вот так выглядит территория. Здесь можно посидеть в тенечке, пообедать. Многие, кстати, приезжают, кушают. И давайте глянем. Открыт магазин сегодня? Не открыт. С той стороны? Вот с этой, да? Ага, вроде бы как открыт, ребята. Магазинчик. Да, вот здесь дверь. Просто в прошлый раз мы заходили с той стороны. Сейчас с этой стороны. Давайте зайдем. О, здесь есть водичка, можно попить. Вот он, он магазинчик. Сразу такая прохлада. Он небольшой здесь. Много всего интересного. Вино дальше, да. Там винодельня подальше. Это магазин. Здесь как-то вот все изменилось. Подожди. Ой, здесь даже можно тоже посидеть. Посмотрите, какой интерьер интересный. Музыка играет громко. Не знаю, как вы, но я очень люблю такие места. Небольший магазин. Здесь всегда что-то вкусное. Кстати, вот можно попробовать дегустация вот этого масла. Почему-то два вида, да? Было четыре вида в прошлый раз. И банки другие. И банки другие здесь вот совсем они узенькие. Сейчас посмотрим, по-моему, там есть и другие баночки. Да, я вижу, там есть другие. Вот, оливки. А это что-то сладкое. Так что можно попробовать и выбрать. И, кстати, не знаю, как сейчас. Раньше была дегустация на кассе. Прям можно было все попробовать. Ой, мы не туда. Мы зашли уже за кассу. И выбрать. А здесь, посмотрите, вот мыло ручной работы. Я вам, кстати, как-то не очень давно показывала. Пекарня у тетушки Берта. В Зихроньякове. И вот там тоже. Ой, как вкусно пахнет. И вот там тоже такие вот были мыло ручной работы. Даже, по-моему, фирма так та же. А посмотрите, здесь какая красота. Ммм, запахи. А вот здесь, смотрите, вот как вот в вязаных таких мешочках. Давайте один из них покажу, чтобы уже было видно. Видите, вот такие вот тоненькие пластинки мыла разных видов в вязаном мешочке. Как будто от бабушки, правда же. Вот посуда красивая. Можно выбрать посуду. И чашки. А это что за мешочки? Не могу понять. А вот посмотрите, какая прелесть. Видите, 80 шекелей. Очень красиво. Не часто встретишь такие сердечки. А это тоже, скорее всего, мыло. Вот тоже мыло. Ну, шляпочки. Вот, Сим чем-то заинтересовался. Что ты там увидел? А, сладости восточные. Пахлала. Похоже, да. Прям вообще так все интересно. Слушай, а там есть еще, оказывается, второй этаж. Сейчас поднимемся. Мне надо масло будет взять. Ну, смотри, вот большие банки. Но почему-то только... Да, ну, там большие. Вот два вида. Раньше было четыре вида. Мы так поняли, что это какая-то добавка для черного чая с разными вкусами. Здесь, видите, можно заказать себе кофе. И вот разные сладости. Конфетки, скорее всего, с марципаном. Я так думаю. Да, марципан. Я угадала. Обычно вот в таких блестяшках продается конфета с марципаном. Вот здесь тоже, посмотри, разные какие-то вкусняшки. Шоколадки. А это что? Четыре шекеля. Это что такое? Не вижу. Где это морковка? Ну, морковка это что получается? Как добавка? Добавка. Добавка какая-то. А вот здесь, посмотрите, прям вот в разрезе вам показывают такие бутеры. И вот хлеб. Ой, как мне нравится. Прям мне лучше вообще уходить отсюда, потому что хлеб обычно вот такой, он очень вкусный. Ну и круассаны, конечно. Как же без них. Мы сейчас поднимемся на второй этаж, посмотрим, что там. Потому что раньше работал один этаж. А, здесь как маленькое кафе, ребята. Вот так вот можно подняться и посидеть. Ладно, мы уже дальше не будем. То есть тоже интересно. Мне кажется, раньше этого не было. А вот еще я увидела. Посмотри, сколько мыла разного здесь. Сверху вниз интереснее смотреть. А какое оно цветное. Хочу понюхать. Ммм, запахи разные. Цветочные. Вот, посмотрите, прям. Это же надо же с такими рисуночками сделать. Разные вкусы. А вот еще. Прям, смотрите, с травкой. Ароматная. Вот это вот, похоже, лаванда. Ребята, в чем разница? Мы спросили, и я попробовала. Вот это масло посильнее. Хазак, ядер-хазак. А вот это вот, такое вот более мягкое масло. И сказали, что сейчас только остается два вида. Мы решили взять вот это масло. Оно вкусное. А вот еще отдел с разной косметикой, ребята. Я себе решила еще взять вот такой вот шампунь. 56 шекелей стоит эта банка. Смотрите, какой посетитель. Масло популярное. Состоят с маслом. Ух ты, красавчик. Хвостом меня задел. 168 шекелей получились в нашей покупке. Видите, ему уже даже водички налили. Здесь вода есть. Пить захотел. Ой, такой хорошенький прям. Есть вода, да. Ладно, ребята, мы все, идем на винодельню здесь рядышком. Нет, нет, нам не надо выходить. Ты забыл. Вот нам туда, в такую красивую арку. Место очень красивое. Мне здесь нравится. Нравится тебе, Максим? Ну, хорошая. Хорошая, да. Вот здесь вот виноград. Ну, вот не знаю, есть сейчас вообще время. Он должен как раз расти. Он такой еще дубовый. Дубовый. Ну, нет, смотри, вот даже вот черный виноград есть. Я попробую. Я знаю, что он вкусный. Это, скорее всего, похоже на Изабеллу, ребят. М-м-м, сладкий. Сколько, сколько винограда. Вот он, вот он. Покажи, Максим, прям. Вот, посмотрите. Прям черный. И он вкусный. Дай-ка я шарю. Ну, зеленый, не только черный. Но зеленый. Ну, шкурокислое он еще не созрел. М-м-м, очень вкусно. Прямо Изабелла. Мы все время приезжали не в сезон уже. Либо он зеленый, либо его вообще не было. И вот сейчас прям вот, прям так хорошо, что я могу вам его показать. Что вот, и причем он созревает почему-то неравномерно. Вот, особенно для жителей таких, как вот я из Сибири. Я с детства прям вот мечтала сорвать виноград. Увидеть, как он растет вживую, а не по телевизору. Представляете, вот спустя столько лет мои мечты сбылись. Смотрите, сколько керамических цветов, анимоны. Здесь весной тоже очень красиво, много цветов. И в прошлый раз, когда мы здесь были, как раз я показывала вам цветущий миндаль, анимоны. Много цветов я постараюсь прикрепить это видео, если я не забуду. Если забуду, то смотрите в плейлисте путешествия по Израилю. Там очень много разных видео. А это лаванда, я так полагаю. Вроде как лаванда, но почему-то запаха я не чувствую. Лаванду мы вам тоже показывали. Пока иду, вот немножко поговорю с вами. Лаванда находится на голландских высотах. Есть место, тоже есть видео на канале. Но туда, к сожалению, сейчас навряд ли попадешь. Опасно ездить, потому что очень частые там прилеты. Для тех, кому непонятно сказала, прилеты, то есть это обстрелы. И каждый день, к сожалению, на севере обстреливают те или иные районы. А вот эти заросли розмарин. Какой уже запах доносится. Представляете, где-то вот дорого стоит. А здесь вот можно веточку сорвал и все, набрал веточек. И готовишь вкусные блюда. А вот, смотрите, уже виноградники тоже вам показывала. Скорее всего, тоже сейчас есть виноград сезон. Но не совсем. Как раз можно здесь отследить. Смотрите, виноградные лозы. Здесь не очень много листьев. Как бы типа отцветают, что ли. И бочки, уже бочки. Показано. Кто здесь пчелки летают. А вот, посмотрите, оливки. Видите? Вот прям здесь все свисает. Эти гроздья оливок. Такие вот веточки. Урожай поспел. И вот здесь написано как раз. Амфора, винодельня. Ух, какие красивые цветы. Вы представляете, по какой мы с вами красоте. Идем. Не хочу даже камеру отключать. Вот одним кадром будем с вами смотреть. И вот так здесь такие виды. Чем-то напоминают эти места Италию. И вот здание тоже в итальянском стиле здесь сделано. О, Максим уже в тенечек сел посидеть. Ой, как здесь прохладно, хорошо. Да? Чудесно, да. Здесь просто чудесненько. И мы сейчас с вами дойдем до винодельни. Посмотрим, там своя такая атмосфера. Народ специально приезжает сюда. Заказывают столики, дегустируют, сидят. И вроде как на два часа, да, насколько я помню. Раньше, вот, ну, как говорили. То есть здесь даже не на целый день, что столько много людей. Идет место очень популярное. Ну, вот, заказывайте дегустацию и сидите. Ну, те, кто не заказывают дегустацию, мы обычно приезжали тоже, пробовали вино. То есть за это можно не платить, если ты просто покупаешь бутылку вина. Не знаю, как сейчас, но прошлые разы, то есть попробовали, нам понравилось, мы купили. А кто конкретно вот прям много сидит, дегустирует, там другая плата. Максим спрашивает, бочки показала? Конечно. И Максима тоже в кадре, тоже показала. Бочки это самое главное. И вот смотрите, там как раз все приготовлено для дегустации. Те, кто приезжают, фужеры уже стоят. Спроси, сколько стоит дегустация. Понятно, что мы не будем останавливаться, ребят, здесь. Как-то в жару вино не заходит. Но все равно здесь красиво. Шалом! Вот такой вот лед высыпают. Вот. Это все дегустация, ребята. И вот там вот видите, по записи записывают. Все готово. И вот тоже видите, какие нарядные идут сюда. Приходят прям с семьями, отмечают разные мероприятия. Давайте пройдем сейчас здесь. Вот в таком вот стиле прям сделано. Хотя раньше был здесь вход. Почему-то все закрыто. Здание. И его строили под итальянский стиль. В Израиле каких только стилей вы тут не увидите. Посмотрите, что здесь делается. Вы это видите? Какая атмосфера. Я специально потихоньку иду. Вот, чтобы вы могли увидеть, сколько людей здесь. Хотя время там, наверное, еще около 11 часов утра. Почти все занято. Если просто так вы сейчас приедете, навряд ли здесь у вас будет столик. Лучше это заказывать заранее. Вот, посмотрите, что здесь творится. Вот. Ну, а мы с вами зайдем уже в магазинчик. Вот здесь весной было красиво прям. Ой, вон тоже еще цветы. Давайте подойдем к этим цветам. Какие красивые цветочки. И вот здесь, смотрите. Ой, а как вином-то пахнет тут. А музыка какая. Жаль, нельзя. Все, давайте заходим в магазин. Боже, как здесь прохладно. Как хорошо. Ой, какие катушки. А там, скорее всего, тоже отгорожено. Может быть, какое-то мероприятие. И вот мне здесь все время нравится. Посмотрите, такая вот ковка красивая. Ну, Максим, конечно. Максим уже здесь. Что, опять дегустировать? Ну, давай. Двенадцатого года Кадырна Сувенина. Так. Триста шейка несет. Вот это. Это двадцатый год Кадырна Сувенина. Давай, я покажу сейчас бутылочки. Ну, и то, и то вот такое. То есть, смотри сама. А, держи, ребята, будем пробовать. Давайте отсумаем для марта. Там, по-моему, справа это который до двадцатого год. Ну, они отличаются. Тут более такое чем-то. Здесь у нас мадан. Вообще. Оно настолько терпкое. Оно настолько вот. Такой вот тонкий аромат. Я не могу сказать, что прям глубокий. Но он насыщенный, тонкий и терпкий. Вот. В какой вот диагестерии. Вкусно. До дна. Эстетично, конечно, не до дна, не закрывать. Ну, тебе можно тоже. Да, можно. Да. Но, конечно, несмотря на жару, очень вкусно. Двенадцатый год, ребята, но она, конечно, великолепная. Попробовала. Триста шекелей. А вот этот какой год? Двадцатый год. Двадцатый год. Сто шестьдесят шекелей. Ну, на амфоре мы уже брали. Вина здесь действительно изумительная. Видите, люди уже тоже подходят, покупают. И кто-то здесь уже дегустирует на месте. Вкусное вино. О, смотри, а здесь все открыто тоже. Все, видите, с покупками приходят. Ребята, здесь, конечно, здесь дорого. Вот прям реально дорого. Но обычно вот в таких местах, да, частные винодельни, частные лавки. Все гораздо дороже. Но сама атмосфера и сама вот покупка, это что-то совершенно другое, нежели чем покупать в магазине. Ну, и, конечно, вкусы здесь совершенно иные. А вот я еще увидела кое-что. Смотри, какая сумочка амфора. Тоже хорошенькая такая. Здесь я не беру всех вас. Да? Это прям вот я попробовал, реально прям вот. Ну, за 300 я попробовал и то, и другую. За 300. Вкусная, да? В прошлый раз мы тоже с тобой же какое-то вкусное брали. Мы брали тоже. Какой год, не помнишь? Десятый был. Десятый был, да? Тоже такое вот. Да, но оно было смесь. То есть шерез кабернет. А, это кабернет, да? Это чисто кабернет. Сейчас по кабернету. Ну, вот видите. Вообще мой любимый кабернет сабинет. Здесь очень любопытно. Я все-таки хочу посмотреть, что же там. Ух ты! Здесь совершенно другой зал. И здесь так хорошо и прохладно. Посмотрите. А виды-то, а виды. Давайте с вами посмотрим. Здесь даже приоткрыто. Вы это видите. Вы видите? Я уже не буду далеко выходить. Вот такой вот вид. Так что это все в Израиле. Это искусственная орхидея. Давайте посмотрим здесь. Не знаю, может быть, сидят уже люди. Там, скорее всего, кто-то что-то отмечает. А здесь... И вот смотрите, что интересно, да? Под дерево. Вот такие вот... А, это дерево настоящее. Думала, под дерево. Видите? Все такое вот деревянное. Не буду туда заглядывать. Покажу вам просто отсюда еще виды. Красивые. Так что так. Вот. Здесь, скорее всего, здесь проходят банкеты. Ну все. Идем вниз. Идем вниз. Ну что, мои хорошие. Как вам винодельня? И как вам магазинчик? Пишите в комментариях. Ну а на сегодня это все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока. А вот здесь, смотрите. Это вот опунция. И как раз готовы плоды. Кстати, они в магазинах очень дорогие. Смотрите, машин, мне кажется, все больше и больше. Все подъезжают и подъезжают. Представляете, ребята, людям уже негде встать. Мы выезжали, уже девушка стояла, караулила место, чтобы мы смогли выйти. Ого. Вот так вот. Да, какой уже этаж что-то делается. Да. Да, да. Ну, я уже сказала, что место очень популярное. Из всех вот то, что мы были по качеству, да? Вот так вот тут реально самое лучшее. Ну, то есть всего. Атмосфера, да? Качество. Атмосфера, качество. Как-то вот они, я не знаю, почему, но он именно вот. Нам очень нравится. Были хорошие, блин, но вот тут прямо вот это вообще. Как другой напиток. Да, сколько виноделин посетили здесь. Как-то вот не хотим никого обидеть. Везде все по-разному вкусно, но как-то амфора заходит лучше всего. Ну, вот мы уже и в Хайфе, и наша поездка заняла около двух часов.